Итак, в этом видео, Joomla 4, бета-версия, пятый урок, как сделать красивые ссылки в Joomla 4. В прошлых видео мы создали, переименовали пункт меню главное, создали статью, выяснили, как пункт меню ведет нас, статью, как это сделать. И теперь, исходя из этого, уже ссылки можем видеть. Какие ссылки, о чем речь, Лена Вичков. Вот наш адрес, обращаем внимание. На главной странице мы находимся. Если мы переходим внутрь записи, в разворот, так скажем, в полную запись, что мы видим в ссылке? Видим ненужный индекс PHP. Если я просто кликну на главное, то я увижу абсолютно ненужный хвост в ссылке индекс PHP. Как это отключить? Плюс, если я зайду внутрь статьи, то есть как я сделал внутрь статьи с главной? Вдруг кто-то будет тоже пробовать, чтобы у вас не было путаницы. То есть я добавил в статью, разделил. То есть я сейчас захожу в главное меню, показать вам. Главное меню, отсюда, кстати, видно, ведет на материал, блок категорий. То есть вот здесь я выбрал материалы, выбрал блок категорий. Далее выбрать категорию надо. Я выбрал, у нас там есть нет категории. Видите, написано по-английски вот здесь. То есть ведет на эту категорию, где будут ряд статей. Все, сохранить, закрыть. Дальше в статье. Зайдем внутрь статьи. Видите, красный разделитель. То есть я зашел вот сюда, в код, исходный код, добавил здесь вот Redmo. Ну вот такую строчку. То есть разделение на анонс записи и полную запись. Сохранить и закрыть. Поэтому появилась кнопка подробнее вот здесь. Если я зайду внутрь статьи, то ссылка еще меняется. Вот это ненужное мы сейчас уберем. Вот это, это идет альяс записи, который нужен. Но вот здесь подставляется еще так называемый маршрутизатор. Или по-другому, индификатор. Каждой статье будет подставляться свой уникальный. В этом видео научимся отключать эти индификаторы. Они нам не нужны. И делать будем ссылки короткими и красивыми. Нет времени разобраться в тонкостях сайтостроения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно. Через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе супер сайт. А я возвращаюсь к теме урока. Поехали! Переходим в админку сайта. Главная панель. Система. Кликаем общие настройки. На вкладке сайт. Прокручиваем ниже до раздела SEO. СЭФ ЧПУ у нас уже включено. Нам надо включить вот этот еще один момент. Перенаправление URL. Но как только мы его включаем, у нас показываются две подсказки. Что нам нужно пройти в корень сайта и переименовать файл htexas.txt в точку htexas. А также переименовать файл web.config.txt в web.config. Эти два момента делаются очень быстро. Переходим с вами в сип-панел вашего хостинга. Переходим с вами в диспетчер файлов. Заходим в ваш домен, то есть в корень вашего сайта, где все папки лежат вашего сайта. Находим здесь, вот он, htexas.txt. Если вы его не видите в вашей сип-панел, здесь есть кнопка настройки. Выбрать надо показать скрытые файлы и нажать save. Тогда она здесь покажется. Просто два, даже один раз кликнул я мышкой, чтобы просто подсвечивался курсором наш файл. Удаляю txt и точку. И ставлю точку в начале. На английской раскладке клавиатуры, конечно же. И нажимаю enter. Все, один файл переименовали. Теперь находим в самом низу web.config. И так же его редактируем. Убираем только txt. Только txt. Точку на конце оставляем. Enter. Все, переименовали. Должно получиться web.config. Возвращаемся в админку сайта. Здесь же мы переключились, но я не сохранился. Нажимаю сохранить, закрыть. Возвращаемся на фронтальную часть сайта. Перехожу на главную. Смотрите, у вас может сразу это не сработать. Горячими клавишами на клавиатуре, находясь на вашем сайте, ctrl плюс f5. Это обновление страницы плюс чистка кэша браузера. Или можете перейти вот сюда. Кликнуть, то есть прям по значку вашему. Настройки файла cookie. Удалить, удалить. Все, удаляем. Готово. Обновляем еще раз. Смотрите, перехожу на главное. Нет индекса больше. Перехожу в подробнее. Ссылка уже чище, красивее, короче. То есть нет индекса никаких левых файлов. Идет название домена, слэш, индификатор статьи и статья. Все готово. Осталось убрать индификаторы. Вот этот маршрутизатор. Давайте это сделаем. Переходим в админку сайта. Переходим здесь к контент. Кликаем вот сюда на эту плитку. Контент. Нас выбрасывает из админки. Давайте авторизуемся. Но бывает такое. Выбрасывает из админки. Может потому что мы меняли URL. Не знаю. Переходим в материалы. Все материалы. Вот в такую страницу. На такую страницу. Здесь переходим в настройки. Далее переходим здесь к интеграции. Находим, видите, пункт маршрутизация. Такое длинное сложное слово. Удалить ID из URL. Переключаем ползунок в положение да. Нажимаем сохранить, закрыть. По сути все готово. Переходим на главную. Еще раз перейду подробнее по статье. И теперь идеальная, красивая, короткая ссылка. Посмотрите, нету никаких идентификаторов. Чисто домен, чисто слэш, чисто псевдоним нашей статьи. Все красиво и понятно. Не пропустите в следующем видео новый умный поиск в Joomla 4. Субтитры сделал DimaTorzok